Здравствуйте! Хочу немножечко смахнуть пыль с одной старой темы. У меня выходила на канале серия видео о том, где я сравнивал лук и арбалет. Но сравнивал я прежде всего по мощности метаемого снаряда. Грубо говоря, сколько джоулей у болта или у стрелы, соответственно, у лука и у арбалета. Поговорили мы о силе натяжения, о материалах изготовления дуг и так далее. Много вопросов осталось, но чаще всего был один очень важный момент. Как это так? Ведь были же вот арбалеты такие, которые, блин, мощнее любого лука, которые там бронебойные, которые там 200-граммовыми болтами пуляли и так далее. Да. Да, так и есть. Я уже показывал, что 800-фунтовые, 1000-фунтовые, 1200-фунтовые арбалеты по мощности метаемого снаряда не сильно-то и превосходят, а то и уступают старому доброму цельно-деревянному луку. Но были же какие-то, которые вот прямо реально мощнее? Да. И выглядели они вот так. Это огромные, действительно очень большие, тяжелые, метательные машины. Сказать, что они ручные, можно только с определенной натяжкой. Они действительно были очень мощные. Они действительно использовались. Но стрелять просто так с рук с них реально затруднительно. Это уже, если уж не станковое оружие, а тут орудие, которое требует сошек. И именно поэтому эти монструозные арбалеты я с луками никогда и не пытался сравнивать. Потому что, я повторяю, я сравнивал модели вполне себе ручные. Именно те, с которыми можно реально работать в чистом поле. А это уже суровое крепостное оружие, для того, чтобы отстреливаться или взламывать оборону. Вот такая вот маленькая загогулина получается. Ну, а в остальном, я хочу порекомендовать несколько очень хороших каналов, с которых я, собственно, брал видео. Пожалуйста, пройдите по ссылке. Там очень много чего интересного и красивого. Большое спасибо за внимание. До новых встреч. Пока.